добрый день друзья это клуб спелскейп сегодня у нас будет краткий обзор и вообще общее пояснение что же такое marvel геракликс на данный момент мы можем показать вот вам два ярких примеров того что геракликс вот это набор марвела это один из наборов дисси здесь бэтмен здесь по большому счету это не совсем стартера это наборы которые просто позволяют вам сразу начать игру однако они не предполагают того чтобы ну совсем новичок почему так потому что сейчас меняется редакция на более новую новые стартера уже будут выходить с правилами с картой с кубиками и всем прочим что нужно для самых начинающих данные стартера идут принципе это набор моделей иногда они уникальные то есть некоторые только продаются вот так вот стартере и плюс карточки непосредственно самих персонажей правила и все остальное вам надо всего лишь распечатать они бесплатные по большому счету правила там очень простые это нужны будут карточки особенно для начинающих карточки самих свойств то что они делают ключевых которые указаны на этих моделях в принципе как вы видите здесь есть общее описание что это такое есть турнирные игры естественно есть бустера которых они продаются по 5 моделей есть и gravity фит это принципе просто единичные модели так подается по одной штуке но это в основном так для фильмов делается или прочего то есть на данный момент guardians of galaxy вторая часть и как раз под нему есть гравити фит который собственно говоря является неполным сетом вернее он просто меньше чем остальные но однако все эти модели играются есть черепашки есть star trek очень много различных вселенных даже юджи было вы можете играть один против другого но в основном то что люди как негласное правило или же даже объявление на турниры это либо marvel либо dc либо marvel плюс против dc вот так вот вы можете составлять и играть потому что ниндзя черепашки они прекрасно играют но как бы внутри самого сета который у них есть и кстати достаточно много и там не единственный стартный набор и там много всего но мы сейчас рассмотрим например на примере от стартера датула как собственно говоря и что такое сами фигуры хиропликс начнем допустим самого простого в данном наборе вы увидите 6 фигур в принципе все стартера которые если не идут по 6 фигур уже покрашенных и собран и вот такие вот стартера и вот такие вот карточки в них есть карточка идет под каждую фигуру которая в нем применять по большому счету вот это основное это вот эта сторона вот эта вот сторона это основная весь ability свойства которых мы чуть позже расскажем здесь идет первый комикс где больше всего данная команда проявила себя или было первые перевели издана а здесь вот это вот такая таблица это принципе расшифровка вот этого вот кружочка которую и есть геро кликс как сама система то есть принципе вот эта сторона нам не особенно в основном во всех играх вам в общем-то нужно вот это и правило на свойства которые вот здесь вот прописано просто есть свойства которые например описывается уже изначально это его особенность а есть те которые вот идут в скобках как combat reflexes penetrating всех и blast это идет стандартных правилах вы их оттуда собственно говоря берете но это вот как база дальше самого простого непосредственно вот сама модель они кстати достаточно крепкие это не такой уж прямо мягкий пластик как иногда кажется и бывает от настольных игр и здесь достаточно такой вот крепкий так ну что такое геракликс геракликс в принципе это вот сам вот этот кружок которому уже в этом году будет 15 лет он может применяться абсолютно под любые игровые системы его даже иногда как фановые используют но тем не менее первое что мы здесь видим самое простое начнем самого простого дэдпул естественно название вот эта стоимость в очках почему их две потому что есть две возможности использовать стартовая позиция вот этого кружка который есть это я потом расскажу дальше это принципе эмблема сета как в картах настольных и так далее как magic или покемони это то же самое как в этих картах это номер это описывает то что вам надо будет свойство смотреть его на карте сверху показывается насколько он ходит это насколько он бьет кулак и принципе вот такой щит это его защита дальше вот это вот молния и 6 это дальняя атака и расстояние насколько он бьет ну и принципе еще покажет насколько он бьет это как сила удара вот смотрите здесь вот если говорить почему 2 это одна из таких вот легендарных моделей поэтому у него есть два начала вот если вот так немножко перевернуть здесь есть такая полоса красная или через несколько кликов синяя это соответственно будет стартовая позиция в очках на сколько будет например если мы выберем синюю стартовой у него будет хождение на 8 сила атаки базовая 10 16 защита и ты и так далее это вот так а если переставим на красный то есть то что за будет за 80 очков он будет ходить на 9 сила базовая 10 и 17 защита то есть из-за этого меняется его параметры как собственно говоря проходит сама игра это можно рассказать очень быстро у вас есть и охождение вы столько квадратику передвигаетесь по полю да для этой игры есть поля они бесплатно их очень много генераторов и случайных и как угодно не делаются это не не сложно это просто и поле очень легко найти не ездить даже на сайте и бесплатно скачиваться или они вот идут в стартовых наборах иногда если будет новая редакция она будет 4 7 августа gamecon на нем она будет выходить это 2017 год там соответственно будет и уже новый набор иди из двумя кубиками которые нужны для игры шестигранных плюс карта плюс новые правила ну и карточки и так далее старые модели также будут играть какие и играли будет так поскольку вот здесь есть вот эти вот расстояние что мы делаем мы ходим на 9 а вот это раз сила сила 10 собственно говоря это насколько он бьет как не проявляется это в игре вы бросаете два кубика их значение прибавляется с вот этим базовым значением проверяется против защиты модели и соответственно наносится повреждения почему вот этот круг он такой разноцветный очень много разных цветов и так далее их очень много в основном вот эти фигуры которые в стартовом наборе как раз и группируются так чтобы по крайней мере вы более или менее начинающего игрока вот это почему они все-таки стартеры являются были не надо было слишком много разных свойств учить они более или менее похожи по своим вот свойством которые по вот этим вот цветовым кодировка которые они применяют вот это и есть определение как эти модели собирается стартер то есть вам меньше надо будет учить просто разных специальных свойств смотрите видите вот эти цвета совпадает но некоторые по крайней мере совпадают с цветами вот здесь соответственно когда он вот это делает у него есть вот это ability если его там ударят несколько раз она пропадает и заменяется другим или несколько даже может замениться например здесь уже идет розовый и синий цвет вместо того что было раньше вот например здесь было зеленое на движение и красный на удар вот собственно говоря так и меняется свойства процессе самой игры она достаточно быстро и если понять базовое правило на абсолютно не сложна вот это как бы базовая здесь вот тоже еще раз можно перепроверить эти кодировки если интересно просто чтобы более наглядно было и на крайне наконец вот это кого нокаут это когда модель получается поворачивается доносит определенное количество повреждений из состояния вот такого стандартного на переходит в состоянии нокаута собственно говоря тогда эта модель забирается в поле тогда она считается убежденной вот это и есть самые базовые самые основные правила херокликса как они есть да они простые но одновременно очень много этих дополнительных свойств поэтому нельзя назвать эту игру сверх примитивной и она достаточно много или себя требует но базовых правил как раз вам не придется их пересматривать свойства может быть на карточках но базовые правила очень простые поэтому вот она и есть самая популярная игра с покрашенными моделями в мире пока так ну если говорить о других естественно у них например вот опять же название название а видите здесь только единичная вот такая вот значение 50 есть опять же сет различные значения того насколько кто куда атакует здесь например номер указан то есть у нее нету дальней атаки у него нету специальных свойств которые смотрятся на отдельно на карточке как вы видите как у депо умереть и звездочка у него есть этого нет ну и принципе опять же вот эта цветовая кодировка и так передвигаются его свойства соответственно надо брать его карточку как вы видите у него на гораздо проще чем депула и таким образом вы можете использовать соло какой там и принципе легко управляется если даже они загнулись теплым воздухом или водой поэтому кто-то перекрашивает и кто-то оставляет так это достаточно просто вот видите здесь есть уже опять специальные свойства символ сета все остальное то же самое принцип игры также как и восторге опять же берем его карта на ведь и можно сложнее чем у соло зачем у мэтка по вот соло он чуть чуть более продвинутый данном случае дальше вот карточку фулки вот такая вот опять видите они практически все в одном комиксе изначально были поэтому не выбрали что они будут выходить вместе в одном наборе вот такую то же самое так например что это на слаб стик нельзя назвать что они хорошие герои или плохие герои никогда буду в принципе больше нейтральная опять же его карточка она тоже проще чем у депула соответственно видите у него гораздо меньше даже видно по самой цветовой кодировки гораздо меньше свойств дальше например стендрой да у хирокликса есть прозрачные даже модели есть прозрачные такие вот подставки части и детали это является части того что у них есть все модели так исполняется вот опять же его даю и свойства у него есть цена название дальность у него есть 5 и так далее мы будем делать еще обзоры игры геракликс и в принципе вы увидите как это достаточно просто и увлекательно можно играть вот его карточка тоже гораздо проще получается пока не достижение нокаута то есть если сравнить например с тем же самым этот полом даже поставить так вот таблицу вы видите что дедпул не только больше имеет свойств он еще явно на два клика более живучи поэтому разница между подопечными непосредственно самим героем не практически все например у этого все равно менее живучи дальше есть еще одна особенность та которая написана принципе на самих картах вот здесь вот здесь вот есть прописанные вот такие вот данные здесь написано дедпул корпус геройского фаргары это принципе где они используются и откуда он не происходит вот таким вот шрифтом это написаны и свойства которые участвуют только в этом сайте вот то есть дедпул и x-force сэп в котором они выходят дальше соло он бывает не только в этом сайте здесь написано хирос фахар сикс пак и вот есть вот такой вот курсивом написано soldier это показывает стандартные вот курсивом указаны всегда стандартные ключевые слова которые используются в различных центрах они только в этом яркий пример возьмем допустим stingray здесь есть опять же хирос фахар то есть они могут собираться в одну команду раздавать друг другу бонус инициатива опять же их особенность здесь есть броня scientist и спай это ключевые слова которые вы найдете и в других сетах соответственно если вы грубо говоря соберете команду на шпионах на на ученых то они будут друг другу давать себе бонус то есть вовсе не обязательно собирать их только внутри того сета в котором они вышли ну вот это и есть база того что представляет собой хироклик все достаточно просто ну и сама игра могу вам сказать она достаточно увлекательна и быстро с вами был клуб спал скейп оставайтесь с нами смотрите наше следующее видео